записал видео в котором сравнил марлона брандо в роли крестного отца и фильм дэдпул и там и там два героя на которых хотят быть похожи зрители в одном случае это условно говоря родители а в другом это дети в одном случае чувак ходит в костюме классическом и говорит спокойно емко и мало в другом случае это пиздливый ящик который не затыкается ну и постоянно у него пунктик о каком-то сексе с кем-то вот это я к чему это просто пытался понять взаимосвязь между тем что наблюдал когда сегодня днем мой персонаж спал потому что я ловил себя на ощущение ну то есть я ловил себе на то что я наблюдал как как тело спит то есть вот тот момент когда я понимал о чувак спит и как бы и в этот момент дыхание становилось ровным и спокойным даже иногда казалось что он вообще не дышит вот а в те моменты которые внимание видимо как-то уходила то как бы был обыкновенный такой шумный сон с опением то есть как бы такой вот и часто дышит и не как бы и шумно носим такое вот ну еще была такая параллель между человеком из деревни скажем и интеллигентом из города то есть когда деревенский приезжает город он как правило говорит очень громко по телефону услышаны с другой стороны улицы как он идет с кем-то говорит по телефону но это понятно почему потому что в деревне там собственно не перед кем извиняться не надо ты просто разговариваешь со своим соседом так чтобы он слышал тебя и конечно же ты разговариваешь про всякую хуйню там не знаю про сорняки там про молоко наверное вот ну то есть не про брахманов атман и осознанность конечно же вот это все происходит громко через дорогу так чтобы все слышали что люди обсуждают с другой стороны есть интеллигенты которые в городе как правило ведут себя скромно тихо вот но тоже под вопросом как они ведут себя дома может они там просто воспитанные твари тиранит своих мужей там детей вот и в том и другом случае эго присутствует и собственно тот же бог тоже он проявляется по разному в одном случае как бы человек ведет себя шумно громко причмокивая и как бы и в этом он как бы не видит ничего неудобного он как ребенок просто проживает эти эмоции а в другом случае все очень спокойно в рамках приличий вилочка ножик лишний раз там не дай бог что нибудь не так уронишь и сразу же в общем беда вот эти все эмоции зажатые они потом вылазит понятное дело этих же интеллигентов всякими болезнями и прочими там проблемами с родом вот зачем я это говорил я так и не понял ну видимо для того чтобы как-то обратить на это внимание и свое и твое у всех свой опыт пока